Всем привет! Полеты в космос невероятно молодая и совсем еще не изученная область науки, но даже те успехи, которые у нас сегодня есть, не были бы возможны без помощи братьев наших меньших. И сегодня я расскажу вам о тех животных космонавтах, которые сумели выжить после своих невероятных приключений. А перед началом просмотра приглашаю всех любителей жанра стенка на стенку, поиграть в нашу игру Bubble Wars на Android. Увлекательное путешествие и противостояние хейтерам-петухам. Она уже доступна в Google Play, ссылка в описании. А начнем мы, как ни странно, с самого начала. Первый успешный запуск живых организмов Земли был произведен американцами 20 февраля 1947 года. Тогда они отправили в космос небольшую партию плодовых мушек-дрозофилов на борту ракеты В-2. Целью эксперимента было исследование влияния радиации на больших высотах. Без сомнения, в более ранних запусках летательных аппаратов в космос люди также отправляли и другие земные живые организмы, такие как разные микробы и бактерии. Но именно плодовые мушки были первыми, ведь для них готовили целую операцию. Так вот, после успешного полета на высоту 109 километров, мушки вернулись целыми и невредимыми в своей капсуле, которая успешно приземлилась с помощью парашюта. А теперь я расскажу вам о первых собаках в космосе. Нет, это не обелки и стрелки, имена которых известны нам с самого детства. Наши первопроходцы, имена которых Дезик и Цыган, были отправлены в космос 9 годами ранее, а именно 22 июля 51 года. Их полет продолжался недолго, а всего лишь 20 минут, но полученной информации хватило для того, чтобы советские ученые смогли получить невероятно ценные на то время данные о влиянии открытого космоса на живые организмы. К счастью, полет оказался успешным, ведь пребывание на высоте 88 километров, запредельные перегрузки и состояние невесомости никак не сказались на физиологических показателях животных. А после приземления Сергей Павлович Королев лично отвез четвероногих покорителей космоса к пункту дислокации. Позже Советский Союз будет производить запуски и других собачек, но это уже совсем другая история. Ребятки, в космосе было даже несколько котов, но их запуском занимались исключительно во Франции. Одной из таких храбрых мурлык является кошка по кличке Филлисет. В самом начале этой истории французы не готовили и даже не планировали к запуску в космос нашу героиню, ведь тогда все надежды возлагались на кошака Феликса, который за несколько дней к запуску просто сбежал. Ученые начали быстро искать замену и в итоге в космос отправили обыкновенную, неподготовленную кошку Филлисет, которая просто жила на космодроме и вряд ли предполагала, что станет первой и единственной астрокошкой в истории. Суборбитальный полет на ракете Вероник АGI-47 состоялся 18 октября 1963 года. Состояние кота невесомости продолжалось 5 минут и 2 секунды. Согласно данным, которые были получены после полета, кошка чувствовала себя хорошо. Филлисет быстро стала знаменитой, а полет был расценен СМИ как выдающееся достижение. Кстати говоря, спустя некоторое время после полета Филлисет, так же как и Феликс, просто сбежала. Также в космос запускались несколько крыс. Их имена Гектор, Кастер и Палукс. Но расскажу я вам только о первой, ведь именно в этом полете животное смогло выжить. Гектор отправился в космос 22 февраля 1961 года на французской метеорологической ракете Вероник АGI-24. Была еще одна крыса перед нашим героем, но она как-то умудрилась сгрызть целый пучок кабелей в ракете, поэтому ее заменили. Через 40 минут после старта Гектор благополучно приземлился. Уже на следующий день герой оказался в Париже, где маленького космонавта представили публике. И с того момента крыса Гектор получила свою популярность. Но удача была совсем недолгой, потому что уже через полгода животное, к сожалению, усыпили. Чтобы извлечь и изучить электроды, которые были нужны для новых полетов. А вот и наш герой, шимпанзе Хэм, который стал первым человекообразным приматом, вернувшимся с околоземной орбиты. В июле 59 года трехлетнего примата начали обучать выполнению задач в ответ на определенные световые и звуковые сигналы. Если шимпанзе правильно выполнял задание, ему давали банановый шарик. А если нет, он получал удар тока по подошвам ног. Как по мне, так это очень жестоко. Полет животного на космическом корабле Меркурий Редстоун-2 состоялся 31 января 1961 года. Капсула с шимпанзе была запущена с космодрома на мысе Канаверал. И в ходе миссии, длительностью 16 минут и 39 секунд, Хэму пришлось справиться с так называемой нештатной ситуацией. Космонавт должен был не позднее, через 5 секунд, после вспышки синего цвета потянуть за определенный рычаг. С чем она, шимпанзе, кстати говоря, успешно справилась. После завершения полета капсула с Хэмом приводнилась в Атлантическом океане, и спасательное судно обнаружило ее уже на следующий день. После успешной миссии космонавт прожил еще 17 лет в Смитсоновском национальном зоопарке в Вашингтоне, а потом был перевезен в зоопарк Северной Каролины, где и прожил до конца своих дней. Хэм умер в возрасте 26 лет, 19 января 83 года. Если вы хотите, чтобы в следующем выпуске я рассказал вам о космических операциях, которые планируются в ближайшее время, то давайте наберем 30 тысяч лайков, и этот выпуск будет. Друзья, а на этом у меня все. Спасибо вам за то, что досмотрели до этого момента. Не забывайте про нашу игру Bubble Wars, и знайте, что новое видео уже на подходе. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok